Я нахожусь сейчас в больнице, в корпусе больницы. Прямо сейчас в одну минуту обстреливают российские оккупанты. Час назад разбили корпус больницы, один из корпусов больницы. Мы смогли посмотреть последствия этого обстрела. Я сейчас с остальными медработниками. На первом этаже здания тут же лечатся, проходят лечение капельницы сейчас. Несколько раненых, которые смогли вывезти из бома убежища, одну из школ. На данный момент я знаю про 5 раненых, которые проходят тут лечение. И их попытаются сегодня эвакуировать дальше в Днепр. Потому что тут сегодня проходит стабилизация пациента и передача дальше на лечение. Как такового стационарного лечения нет, потому что российские оккупанты разбили все корпуса больницы. И то стационарное отделение, которое еще две недели назад принимало пациентов, и где можно было разместить около 300 пациентов, на сегодня также отделение полностью разбито. Поэтому лечить тут особо невозможно. Люди стабилизируют и передают дальше. На данный момент осталось только 3 врача и 1 интерн. В Севердонецкой многопрофильной больнице. Ситуация очень сложная. В городе нет воды, света, газа, интернета, связи. В больнице всего этого также уже нет. Коммуникации полностью перебили российские оккупанты. Еще недавно тут работали генераторы, работала операционная. Последние генераторы, которые давали среды для операционных и давали возможность оперировать людей, ставить их на ноги. Мы видели на территории городка разбитые машины, которые привозили еще раньше пациентов сюда. Сегодня автопарк полностью уничтожен. За последнюю неделю оккупанты начали прицельно бить по медгородку, куда привозят раненых людей, с тем, чтобы не дать возможности мирному населению здесь вылечиться, встать на ноги. Допустим, выехать в более мирное место. А эта гора в стене одного из корпусов больницы появилась буквально час назад. Вот, видите, разрушение. Ну и оккупанты продолжают обстреливать медучреждения, медгородок, желая разбить абсолютно все корпуса, для того, чтобы медицинское учреждение Северное Ницкое перестало функционировать. Северное Ницкое перестало функционировать.